Очень давно стоят на вооружении органов внутренних дел. На этом уроке нет ни книг, ни тетрадей, зато есть оружие. В школе номер 52 города Владивостока на встречу с учащимися старших классов пришли сотрудники отдела профилактики и отряда специального назначения «Гром» Управление по контролю за оборотом наркотиков Краевой полиции. Офицеры рассказали учащимся об истории создания спецподразделения, о своей работе и тренировках. Дальше. Следующие виды вооружения. Мы проводим с целью воспитания гражданина Российской Федерации. Мы понимаем, что дети могут почерпать больше из таких вот встреч. Сегодня встреча хороша тем, что кто-то из ребят, одиннадцатиклассников, задумается о выбранной профессии, кто-то заинтересовался и услышал, как трудно попасть в такой специализированный отряд. Кто-то задумается над тем, а нужно ли пробовать то, чего пробовать нельзя. Школьникам показали фильм о негативных последствиях употребления наркотиков и психоактивных веществ, объяснив, как важно уметь сказать «нет», если им предлагают попробовать это. Также бойцы отряда продемонстрировали детям свою экипировку. Самые смелые и любопытные примерили ее на себя и подержали в руках некоторые виды оружия и спецсредств, которые используют сотрудники полиции при задержании особо опасных преступников. Хотел бы тоже быть как они. Очень классная экипировка. Хотел бы даже померить, даже сейчас, наверное, после этого пойду. Считаю, что нужно проводить побольше таких встреч. Это, думаю, довольно интересно не только мальчикам, но и девочкам. Я хотел бы пойти служить в данное подразделение. Во время мероприятия ребята задавали много вопросов полицейским. Прежде всего о том, как попасть на службу в полицию. А в завершении встречи школьники поблагодарили гостей и поздравили с наступающим праздником – Днем Защитника Отечества. Дмитрий Беломеснов. Новости на Восьмом.